Теперь давайте посмотрим, как использовать такой класс. Для того, чтобы обратиться к единственному экземпляру данного класса, надо вызвать метод instance. Метод instance является статическим, поэтому для его вызова надо написать имя класса и имя метода. Метод instance возвращает ссылку на объекты по Singleton. Эту ссылку, например, можно сохранить и дальше вызывать у данной переменной, у данной ссылки методы класса Singleton, например, некий метод data, который возвращает какие-то данные. То есть мы можем получить ссылку на единственный объект данного класса и дальше с ним работать. Важно отметить, что если этот метод instance вызывается в первый раз, то именно в этот момент будет создан объект класса Singleton. И дальше он будет существовать до конца работы программы. Если мы потом когда-то еще раз вызовем метод instance, то ссылка, которая нам вернется при вызове метода instance, например, можно взять эту ссылку и вызвать у нее метод data. Эта ссылка будет та же самая ссылка, что вернулась нам в прошлый раз, то есть на тот же самый объект, который хранится в статической локальной переменной внутри статического метода instance. И такой вызов методу data будет аналогичен вызову методу data у той ссылки, которую мы сохранили в прошлый раз. На этой неделе все. На следующей неделе поговорим о шаблонах, обобщенном программировании и прочих интересных вещах.